Депутат из Ночи в Аксарске открыл приемную в сауне. То есть у его мамы была сауна, а ему надо было как-нибудь деньги украсть. Он заявил, что там приемная, ну и списывал деньги на приемную. Представляете, это же прикольно очень. Речь идет о 39-летнем руководителе фракции КПРФ. Ну и еще бы, еще бы не КПРФ, да? То есть это такие алчные черти, это вообще жесть. В СБС держали Кабардин, Балкарии, трех бывших боевиков групп Шамиля Басаева и Хаттаба, которые принимали участие в убийстве 84-х псковских десантников в 2000 году. Представляете, то есть сейчас они вот чем занимаются. То есть им нужно как-то отчитываться. Мальцевских партизан они задержать не могут. А вот каких-то боевиков там и прочее, прочее, были ли там эти так называемые боевики, не были. Это вообще не важно. Столько воды утекло, что они там в 2000 году, но они взяли любых чеченцев в пенали, как футбольный мяч, да? И те дали показания, что они там были, куда им деваться. Их забили бы до смерти. Поэтому, ну, эти, конечно, себе хотят получить какие-то там погоны. Так, Путин заявил об огромных людских ресурсах. Да, ну, а что он сказал? У нас огромный ресурс, прежде всего, людские ресурсы, человеческие ресурсы. Ну, а что-то бабы новых нарожают. А что он говорит? Этих людишек, сколько вы, что? Ну, убили там 200 тысяч. Да хер с ними, мы новых пришлем. 200 надо, 200. Две ты, два миллиона надо, два, 20 миллионов. Значит, всех положим немерено. Немерено. И, значит, что касается будущего, на самом деле, будущее есть у всех, только оно разное. Вот это ключевой вопрос, и уверен, у России будущее хорошее. Вот это Путин, который уничтожает. В России мы знаем, чего мы хотим, мы знаем, какими средствами мы добиваемся нашей цели. Ничего ты не знаешь, Вова. Не знаешь ты, что ты хочешь. И средств у тебя никаких нет, а тем более ты не имеешь никаких планов вообще, никаких. Путин себя стратегом рисует. Он знает нечто такое, чего не знают другие. Уже, блядь, наслушались его, с его стратегиями. И Медведев спрогнозировал затягивание войны в Украине на десятилетие. Он смешной. Это тот же самый Медведев, который Киев за три дня брал. А теперь он 10 лет хочет. Не, Дмитрий Анатольевич, ничего не получится у вас. Какие нахер десятилетия? Вам скоро кирдык придет. Сегодня в Москве после пятничной молитвы полицейские закрыли все выходы с мечети и проверяли документы. Отпустили только граждан РФ и студентов. Остальных всех тех, кто ранее оформляли патент, забирали в отделение полиции. То есть, что там с ними делают? Пытают на предмет того, хотят добыть больше информации о восстании. То есть, видите, они, я говорю, это такие идиоты. Это просто пьес. Ну, представляете, мы с декабря месяца имеем подробный план их восстания, а они узнали о восстании из передачи моей. Пусть вы представляете, что это вообще просто не укладывается ни в какой голове, чем вы, ребята, там занимаетесь в ФСБшнике и полицаи и так далее. Я здесь сижу, блядь, без копейки денег, знаю всю информацию. У вас миллиарды рублей, долларов, и вы ни хера ничего не знаете. Потрясающие идиоты. Просто потрясающие. Знал, может, и не сказал тогда про мигрантов. Я вот сейчас думаю, а надо было говорить. Но я убежден был, что они знают. Я же не думал, что они такие идиоты. Что они, оказывается, мальцев слушают, а если не услышат, то они не знают, что в мире происходит. Просто артисты кончены. Вот я сейчас хочу... Вот я наверняка, что тот человек, который эту информацию про мигрантов в ментам, там, ФСБшникам скинул и так далее, какой-то там их сидит офицер, может быть, и большой, смотрит, там, студирует, все записывает. Хочу ему спросить, тебе не стыдно вообще? Тебе не стыдно работать в такой системе? Ты вот посмотри мне в глаза и скажи, ты покраснел, наверное, или нет? Или ты не умеешь краснуть? Тебе не стыдно? Ну, представь, вся твоя система не знает того, что, блядь, знает один мальцев. Ты же обоссаться просто нахер, тогда вы нужны-то кому? Властям предложили переселять по миллиону россиян в год из-за нехватки рабочих рук. То есть, хотят переселять туда, где дефицит кадров. Орг-набор, как в СССР. Охерели. Очень смешно. Помните, там, 25-тысячники, да, 10-тысячники и прочее. С Кузбассовца требуют 9 миллионов рублей за убийство краба. Мужчина совершил преступление далеко от дома. То есть, и через суд требуют 9 миллионов 397 тысяч с него, ну и так далее. То есть, военный прокурор 34-й военной прокуратуры гарнизона обратился в Руднический районный суд города Прокофьска, Кемеровская область с исковым заявлением о взыскании с прокопчанина в бюджет Владивостокского городского округа Приморского края ущерба, причиненного водным биологическим ресурсом в размере 9 миллионов, ну и так далее. 31-летний кузбассовец, значит, попался сотрудником погрануправления в ходе рейда, да, мужчина на авто вывозил браконьерский груз. При досмотре у него нашли 7 пластиковых ящиков с особями краба Камчатского и краба Волосатого, то есть, вот, за краба Волосатого и краба Волосатого ему 9 миллионов. Представляете, там все разворовывается, вот эти пограничники, они что не знают, кто этого краба Волосатого разворовывает. Да, путинцы разворовали все, все богатства, да, и рыбные, и прочее, прочее. Помните, когда икры был навалом, Путину говорят, а что же икру-то там бросают? Он говорит, так это коммерция, людям жрать нехер, там икру выбрасывают, а он говорит, ну, это коммерция, так цену они держат. И для него это нормально, для ушлепка, который называет себя президентом. Вот сегодня я в эфире с Ириной сказал, ну, если ты считаешь себя диктатором, пастырем, ну, тогда паси нормально своих овец. А если ты ничтожество полное, ну, тогда ты че, какой-то из тебя пасты, ты ничтожество. Транслятор